всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы и сегодня я снимаю ролик где я хочу рассказать по методу посева при котором практически стопроцентная схожесть у семян получается начну я с таких семян как допустим огурцы тыквы патиссоны которые я допустим выращиваю сразу все прямым посевом семян в грунт но этот способ также подходит и для посева семян если мы это делаем на рассаду дома я как делаю за зиму я запасаю вот такие вот баллоны вот эту вот этикетку я конечно сниму потом разрезаю я их вот так вот пополам эти баллоны прозрачные обязательно для посева рассады я использую прозрачные баллоны с нижней части баллона я делаю несколько отверстий обязательно больших довольно таки с верхней части я снимаю вот эту вот крышечку чтобы воздух попадал чтобы когда если солнышко очень ярко светит сошедшие допустим росточки у нас не сгорели воздух должен все таки обязательно попадать дальше как я их сажаю все эти семена обязательно я перекопали допустим и почву до сделали лунку еще раз я беру собочек но у меня конечно в саду не такой собочек маленький это у меня для комнатных растений и я еще раз перекапываю очень хорошенько взрыхляю эту почву выливаю туда где-то около литра воды горячие очень беру я воду из бани горячую воду если кто-то живет в частном доме еще проще горячей воды примерно литр где-то грамм 700 выливаем и получается такая горячая кашица теплая кашица в эту кашицу я кладу лежа обязательно семечко обязательно лежа никогда я вертикально семечко не кладу в лунку обязательно вот так вот лежа положила в эту кашицу немножко его прижала и сверху еще грамм 100 горячей воды вылила никакой землей сверху я не прикрываю вот семечко лежит горизонтально в горячей в теплой кашице сразу после этого я накрываю вот обрезанными баллонами но вот этот вот горшочек в данном случае будет у нас выступать как бы в половинка баллона да как будто бы представим вот как будто это нижняя часть как раз несколько отверстий баллоном обязательно я очень плотно прикрываю немножко его туда утапливаю чтоб баллон держался чтоб ветром его не сдуло и таким образом во первых когда мы садим таким методом в горячую кашицу семечко быстрее проклевывается закрывая баллоном мы создаем еще такой микроклимат теплый да как тепличка получается и плюс мы защищаем семечко от мышей дело в том что довольно таки часто весной покупатели жалуются что посадив семена они не взошли вот в открытом грунте либо в теплице нужно конечно всегда помнить что мыши весной очень голодные и они все семена которые мы посеяли они стараются все это съесть быстренько поэтому я обязательно вот прикрываю обязательно семечко прикрываем и ни грамма грунта больше я не насыпаю таким способом очень быстро семена всходят если вы сажаете на навозные гряды семена вот я вообще не любитель свежего навоза на саду почему в общем-то в навозе в свежем откладывают свои личинки и зимуют такие очень-то в общем-то опасные для садовых участков вредители как кивсяк который похож в общем-то на проволочника рыжий червячок ну окраски у него несколько конечно бывает от желтых до серого цвета и много на нем ножек расположено он внешне как проволочник но он с ножками еще его многоножка называют так вот данный вредитель он вообще всеядный он съедает абсолютно все его занести можно только с навозом поэтому в общем-то я не любитель свежего навоза я больше предпочитаю в общем-то перегнойные грядки и вносить куда-то тоже перегной и также еще в навозе у нас откладывает свои личинки майский жук наверное тоже многие видели это такая жирная гусеница белого цвета и в полукольцо она обычно свернута когда в навозе ее встречаешь тоже очень хорошо все поедает если мы сделали все-таки гряды навозные то лучше их пролить препаратом от вредителей для этого можно использовать вот такой вот битоксидоцелин это биопрепарат мало его кто знает но препарат очень хороший про него я еще в конце ролика расскажу очень хорошо с ним им обрабатывать почву от вредителей так и посеив вот таким образом семена вообще всегда у меня сходят замечательно что я еще хотел сказать по семенам при выращивании цветочных семян дома да на рассаду допустим астры те же самые либо любые какие-то мел мелко семенные цветы как я здесь поступаю в емкость в любую это я для примера взяла этот крышочек в любую емкость мы набираем земли обязательно вот как есть у меня ролик где я показываю как я готовлю землю обязательно препарат от болезней вносим затем эту почву мы уплотняем вот очень мне нравится такой вот ключ им уплотнять бороздки делаю бороздки вот допустим либо ключом либо можно вот ампулкой от семян бороздка должна быть шириной сантиметр обязательно и глубиной где-то с пол сантиметра можно где-то 0 7 но глубоко ее делать не нужно уплотнее ли не полностью весь грунт в кошечке до или в емкости какой-то а только вот сантиметровая бороздки вот ну примерно три бороздки да здесь у нас получается на эту уплотненную почву я раскладываю семена сразу раскладываем по реже как чтобы потом не видеть их да и кипяченый кипяченой водой прям кипящей водой из чайника я наливаю допустим в кружечку воду и очень быстро ложкой я поливаю на голые семечки почему не из чайника чтобы не в общем-то не забить эти семечки хотя грунт и уплотняется но забиться могут все равно семена на голые семена кипятком я полила землей ни одного миллиметра я не присыпаю ни грамма и сразу одеваю пакет полиэтиленовый либо можно крышкой какой-то пластиковой закрыть таким образом посеянные допустим астры либо какие-то цветочные культуры сходят быстро если таким образом я сею астры вот как правило биотехника у меня сходит даже на следующий день а вообще ну максимум 3-4 дня и астров зайдет еще очень хорошо перед посевом семена пакетики с семенами положить в холодильник ну конечно не в морозильную камеру а просто на полочку в холодильник близка должна быть температура к 0 градусов и если они полежали там допустим у нас 4-5 часов не больше и сразу после этого раскладываем на землю и поливаем кипятком получается стрессовая ситуация и семена сходят в общем-то по посеву семян все теперь я отвечу на вопросы первый вопрос у меня такой был чем петуния отличается от фрилитунии ну в общем-то ничем особо она не отличается единственное что фрилитуния у ней крупные всегда цветки и края лепестков они бахромчатые такие гофрированные а так уход все точно так же как за петунии по вредителю клоп черепашка чем можно от него избавиться вот как раз от этого клопа очень можно попробовать хорошо помогает вот такой вот битоксипацелин это биопрепарат очень мелкая инструкция я в этих очках даже не прочитаю от каких вредителей он применяется но очень от многих вредителей применяется единственно нужно всегда смотреть что срок у него всего полтора года использования то есть если вы купили препарат этот то за год его нужно использовать еще этот вредитель черепашка вот данная она очень быстро привыкает ко всем препаратам поэтому нужно брать как как минимум два препарата допустим взяли один биопрепарат битоксипацелин и любой из химии актара фьюри децис что там еще у нас ариева фуфанон в общем то все эти тоже подходят там рек они все подойдут препараты допустим взяли два препарата и чередуем одну неделю мы допустим вернее одну обработку мы сделали битоксипацелином и где-то через дней десять повторяем обработку но уже другим препаратом и вот этих два препарата можно менять конечно нужно сделать не меньше четырех пяти обработок и тогда вы избавитесь от этого вредителя одной обработкой все равно не не справиться никаким препаратом еще в качестве профилактики в общем-то этот клоп он в основном нападает на растения которые недополучили калия и фосфора в общем-то для профилактики под растения нужно всегда вносить фосфор и калия если в прошлом году вы знаете что на этом месте у вас был данный вредитель значит там недостаток в почве фосфора и калия так кокосовый субстрат вопрос у меня был добавляю ли я в грунт но я конкретно его не добавляю но знаю что многие его добавляют и очень довольны я не добавляю лишь по той простой причине что я уже привыкла как-то к перлиту и вермикулиту в основном я их добавляю в грунт чем я досвечиваю рассаду но к сожалению ничем я ее не досвечиваю так как стеллажей у меня нет поставить некуда их и поэтому я в общем-то выращиваю рассаду просто на подоконнике и по мере потепления я ее выставляю на балкон восточный балкон в общем-то света достаточно ну и плюс очень рано уже 20 апреля я рассаду увожу в теплицу в теплице как я уже и говорила в одном ролике я вот за зиму собираю тоже баллоны но коричневого цвета либо темно-зеленого набираю воды и по периметру теплицы я эти баллоны раскладываю чтобы за за день нагревались эти баллоны темные и ночью они отдавали тепло у меня получается такой типа обогрев искусственной теплицы ставлю дополнительные дуги накрываю на первую неделю где-то 5-7 дней фольгированным укрывным материалом и на землю кладу черный укрывной материал чтобы было тепло ну и где-то через неделю я в общем-то снимаю фольгированный укрывной и натягиваю уже простой укрывной материал так ролик по круглоплодным сортам перца я обязательно сниму у меня вот сестра их очень любит выращивать у меня почему-то круглоплодные не получаются они очень мелкие вырастают всегда как я отношусь к посадке в таблетки очень хорошо я к этому отношусь в общем-то я все практически почти все цветочные культуры я сею в таблетки у меня таблетки вот сейчас у меня уже дома 200 таблеток это таблетки элипресс которые в коричневой оплетке кокосовые таблетки вернее я вообще никогда не применяю и мы ими никогда даже не торгуем у меня только торфяные всегда таблетки так как в торфяных таблетках любые культуры растут а в кокосовых не все хорошо развиваются сельницы элипресс у них и нижняя и верхняя часть таблетки они в общем-то открыты очень удобно но джифи я тоже применяю вот но я беру самый маленький диаметр всегда таблеток вот чем в чем они отличаются чем что тут сверху вот эту вот оплёточку когда размокнут таблетки нужно убирать и снизу я их убираю сразу же но вот есть у меня ролик где я июльская посадка у меня была и устома и я сразу не сняла поторопилась поленилась не знаю по каким причинам и потом при пересадке мне пришлось снимать не очень мне это понравилось так как вот это вот во первых снизу мы можем повредить корешки если позднее срезать а с верхней части она становится очень жесткая такая и грубая в общем-то лучше конечно это сразу сделать в этом году хочу попробовать размочив таблетки разрезать их еще пополам чтобы у меня из одной таблетки получилось две так как просада очень много ну и сразу скажу что в одну таблетку я сею одно семечко знаю что многие садят и по три и по четыре не сеют семечко но я этого не делаю по одной простой причине что не очень хорошее у меня зрение сейчас и рассаживать мне в общем то сложно я просто боюсь повредить растения только лишь по этой причине я сею по одному семечку а так вообще знаю что многие сеют по несколько семечек и раньше я была тоже более смелая при посеве семян сейчас вот по одному все только так как разводить агат вопрос был агат вот 3 миллилитра агат маленький шприц да здесь у нас один кубик идет один миллилитр на 10 литров воды а один маленький одно маленькое деление 0 1 миллилитра это на литр воды в общем то очень удобно это можно рассчитать шприцы который по 20 миллилитров конечно сложнее тут одно маленькое деление и есть один миллилитр он идет на 10 литров воды но я как делаю вот в саду к примеру да я этот миллилитр один выдавливаю выжимаю и развожу сначала на литр воды если мне не нужно сразу 10 литров и потом вот уже из литра можно по 100 миллилитров делать на литр воды но разведенным препаратом он не больше двух суток должен стоять нужно пользоваться сразу так так что еще добавляю ли я табазол в грунт для рассады я не добавляю табазол я уже показывала препараты какие я добавляю но знаю что можно в общем то добавлять это базол так как при посеве капусты очень хорошо он тоже от мошек защищает от мух вот этих всех и в общем то не должен повредить растению по огурцам турецкой селекции гибрид сарацин я такие никогда не встречала гибриды в общем то не выращивала ничего не могу сказать но очень неприятно что вы делитесь своим каким то опытом какие то свои гибриды предлагаете да и очень мне это приятно я тоже в общем то люблю учиться и что-то узнавать новое так не влияет ли таблетка парник на металлические конструкции теплицы сегодня я показываю прям конкретно как выглядит одна таблетка в прошлых роликах у меня везде там по две таблеточки была показана вот в общем то она вот так вот выглядит но я не заметила чтоб таблетка парник повлияла как-то негативно на металлические конструкции парника теплицы да знаю что сера она влияет таблетка парник в общем то она без химии это микро удобрения которые в общем то в газовую форму превращаются но я не заметила такого конечно со временем все равно металлические конструкции эти у нас подвергаются коррозии так как и влажность воздуха в теплице бывает да высокая ну я каждый год пользуюсь не заметила чтобы они как-то негативно повлияли повлияли так почему трескается капуста ну капуста трескается от неправильного в общем то полива если она конечно не ранняя ранняя капуста если вы ее передержали на корню она тоже может потрескаться а так нужно просто правильно поливать капусту она конечно любит регулярные поливы но если вдруг у вас получается так что стоит на улице очень жаркая погода а вы всего лишь раз в неделю можете приехать на участок и сразу полили много воды вот в общем то от этого она и трескается полив должен быть регулярный но умеренный очень неплохо капуста растет в неземных местах где более влажная почва да если нет такого места и жарко на улице и нет возможности поливать ее регулярно то можно ее притенять укрытым материалом допустим так сажала ли я армянский огурец нет я такой огурец не сажала к сожалению не знаю что это такое на пакетах часто написано что тыква с ореховым с дынным ароматом и вкусом но этого как бы не замечается ну конечно там не ярко выраженный аромат допустим дыни а он слегка едва вернее уловимый и если мы посеем вот допустим несколько сортов тыкв буквально по два семечка то все равно по вкусу и по аромату они отличаются это все равно заметно посоветовала мне татьяна тыкву малина из киоджа биотехники фирмы да очень я рада что мне какие-то предлагают гибриды попробовать и обязательно к этому прислушаюсь так ну и в общем то на этом вопросы у меня закончились вроде бы все что я хотела сказать в этом ролике я сказала хочу всех поблагодарить спасибо большое что пишите какие-то свои советы обязательно это все читаю прислушиваюсь буду какие-то делать опыты ну экспериментировать что-то да и задавайте конечно обязательно вопросы буду я стараться отвечать на эти вопросы если я знаю на них ответы если на какие-то вопросы я не знаю ответы я конечно так и скажу в общем то всем до новых встреч пока пока